Вы точно слышали про экофил и скорее всего хотели их завести, но так сложилось, что эти муравьи непростые для содержания в неволе и очень немногим киперам удалось найти ключик к этому виду. Уже несколько месяцев я держу азиатских муравьёв портных экофила Смарагдина. Сегодня я хочу начать серию из трёх роликов про этих муравьёв, рассказать про их особенности, про мой опыт содержания этого вида и попробовать выяснить, как же всё-таки держать экофил дома. Приветствую всех муравьиных любителей на моём канале. Это проект Анстера. Приятного просмотра. Распаковка Экофилки приехали ко мне вместе с кучей других экзотических муравьёв, которых я переправил моему другу в Украину. Это экофила Смарагдина. И они приехали мне. Было море эмоций. Я вижу этот вид не в первый раз, но меня всё так же переполняла радость и волнение за этих необычных мурашек. Сразу после получения я начал рассматривать пробирку с очень ценными обитателями. Такая крупная семья, даже видно расплод, что в случае с экофилой редкость. На глаз там было около 60 муравьёв, и этого с головы хватало для хорошего старта. Муравьи вели себя активно, но несложно было догадаться, что им некомфортно в таком тесном гнезде. Мутная пробирка и обилие рабочих не позволяли мне разглядеть самку, но с правильным ракурсом я всё-таки смог её увидеть. Вот она. Прячется от света под рабочими и беспокоится за свою семью. Теперь ясно, что муравьи приехали в хорошем состоянии, и это значит, что пора готовить для них новый дом. Простейшая конструкция, которую делал каждый. Арена с отверстиями для трёх пробирок, но сейчас будет достаточно и двух. Но кое-что в этом фармикарии всё-таки отличается от привычных нам систем. Одна пробирка в нём без воды. Тщательно наношу вазелиновое масло на стенки. Экофилы легко преодолевают большинство других антипобегов. Вот он долгожданный момент. Аккуратно помещаю пробирку с новыми муравьями на арену, и наконец-то даю им возможность выйти на свежий воздух. Экофилки быстро выбежали на арену дружной толпой. Они сразу начали выносить трупы из гнезда и искать еду. Муравьи проявляли любопытство ко всему. Они не боялись нового места, а с интересом его исследовали в надежде найти новый дом. А ещё по какой-то причине они часто вот так мило открывали мандибулы. Я сразу дал муравьям мёд, чтобы у них не было проблем из-за голода. Смарагдина очень любит сладости, поэтому они сразу нашли еду. В углу начала образовываться мусорка, чтобы мёртвые муравьи не воняли в гнезде. Экофилы делали всё очень слаженно. Это правда невероятно, когда муравьи сразу принимаются за работу и знают, что им нужно делать. Но было уже поздно, поэтому я поставил ферму в тёмное место и оставил их в покое. Но когда я ночью заглянул к ним, то увидел, что муравьи уже начали переезд. Смотрите, самка уже сидит на арене. Муравьям было настолько плохо в старой прибирке, что они ушли оттуда при первой возможности. Было понятно, что они ещё не определились с новым домом. Но меня радовала новость, что процесс переселения очень быстро запустился. И уже тут видно, что королева моей семьи окрашена необычно. У неё оранжевый торак, собрюшка зелёного оттенка. Такие морфы встречаются нечасто, но для меня цвет самки не играл особую роль. На следующий день всё поменялось. Муравьи всё ещё были в процессе переезда, но у них появился перевалочный пункт. Вот так на арене они организовали временное гнездо. Почти весь расплод и основная часть муравьёв находились в углу, в то время как остальные занимались переноской расплода. Я подождал ещё немного времени, и рабочие нашли место для нового муравейника. Непривычно видеть экофил в такой конструкции, но это только стереотипы. Надо прибраться на арене, к тому же оттуда очень неприятно пахло. Убираю весь мусор и умерших муравьёв. Спасибо и на том, что экофилы чисто плотные, они раскидывают мусор по всей арене. Теперь сделаю их условия немного ближе к природным. Насыпаю на арену землю. Ярких рабочих на ней прекрасно видно, и выглядит это лучше, чем голый пластик. Почему бы не положить им листик? Он дополняет композицию и помогает в прикормлении муравьёв. Например, на него удобно лить мёд. Пока что муравьи из-за стресса игнорируют кормовых насекомых. У муравьёв такое бывает, но я не ожидал, что экофилки будут так долго привередничать. У остальном муравьи выглядят хорошо. Гуляют по арене и осваиваются. Семья окончательно определилась с гнездом, и выбрала именно пустую пробирку. Я неспроста дал им на выбор два варианта. Так мне посоветовали сделать западные коллеги, и как видно, сработало. Экофилы предпочли именно пустой вариант. Потихоньку началось строительство, и рабочие заклеили щель шёлком. Расплода реально много. Это радует и добавляет шансы на успешную попытку. Заодно узнаем, как быстро растут экофилы. Со временем система стабилизируется. На арене влажно, это видно по конденсату. И наперёд говорю, что так делать не стоит. Муравьи уже прошли шёлком по пробирке, сделав в одной точке два этажа. Самка сидит на первом, а расплод хранится на втором. На этом этапе для меня всё в новинку, и я не до конца понимаю, какие условия им нужны. Но это придёт с опытом их содержания. То, что я могу отметить сейчас, в муравейнике нет никакой паники. Думаю, из-за того, что в природе гнёзда часто качаются на ветру, и сквозь листья в них попадает свет, эти муравьи остаются спокойными. Но несмотря на это, я стараюсь лишний раз не тревожить муравьёв и держать их в темноте. Протру арену от конденсата. На ней не должно быть высокой влажности, и впредь буду держать их без крышки. А здесь, на стеллаже, я и храню систему Экофил. Сюда не попадает слишком много света, и в то же время у них не слишком темно. Думаю, такой вариант для них самый лучший. Также портные любят тепло, и круглосуточно их обогревает термошнур. Точно не скажу, но у них там около 28 градусов. А вот вам новый инсайт. Экофил нужно поить водой. Я уже говорил об этом у себя в телеграм-канале, но это видели не все. Если вкратце, эти муравьи плохо пьют из ваты, и им нужен открытый источник воды. Спустя две недели ситуация снова поменялась. Кажется, муравьи наконец-то отошли от стресса. Круто, но это мы еще проверим охотой. Теперь можно их снимать и не волноваться. Это вам нежнецы. Вынес муравьев на свет, а для них как будто ничего не поменялось. Обычные экофилы плохо доезжают, и дай бог, чтобы у них выжила хотя бы самка. Расплода чаще всего нет, это и не удивительно. Такие семьи всегда копанные, и азиатские продавцы не берут расплод из гнезд, что сильно усложняет задачу киперам. Тут нужно уточнить, что я не поддерживаю покупку копанных муравьев. Это часто пустая трата денег, и мне просто жалко спонсировать подобное браконьерство. Эта семья была скорее оплатой за мою помощь в переправке партии муравьев, и просто так я бы их покупать не стал. Экофилы требовательнее обычных муравьев, им необходимо регулярное обслуживание. Из-за ежедневного кормления белком арену приходится довольно часто чистить. Кроме того, каждый день я опрыскиваю стенки и листик водой, чтобы имитировать росу, которую они пьют в природе. Муравьи уже проявляют интерес к другим насекомым, но пока не так активно, как хотелось бы. Этого сверчка они долго таскали по арене, а потом просто выкинули на мусорку. По истечению трех недель стал заметен прогресс. Самка снесла яйца, а муравьи стали активно охотиться. Появились новые слои шелка. Муравьи воспринимают эту пробирку, как полноценное гнездо. Семья уверенно растет. Появляются новые рабочие, и я вижу активный рост расплода. С королевой все в порядке. Она жива и дает потомство. У муравьев очень много личинок и куколок. Ими обклеена вся задняя часть пробирки. Новые рабочие появляются буквально каждый день, и складывается ощущение, что у меня получилось найти подход к этому виду. Но не будем спешить. Впереди еще много приключений. А пока что можно рассмотреть самку во всей красе. У нее и правда необычная морфа. Если кто-то не знает, самки экофил обычно полностью зеленые. Благодарю за просмотр этого ролика. Напоминаю, что это лишь первая часть истории экофил. Впереди еще две, и они будут выходить каждые две недели. Дальше будет интереснее, и мы проверим, как эти муравьи охотятся. А пока рекомендую вам посмотреть мои другие видео, например, про листорезов, и заглянуть в мой телеграм-канал. Это проект Анстера. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин